В малом премьера главный режиссер театра Алексей Дубровский представил свою версию маленьких трагедий Пушкина. Знакомые еще со школьной скамьи тексты могут скрывать новые смыслы. А костюмы и декорации, завораживающие хореографию и световое решение превращают известные сюжеты в яркое и весьма актуальное зрелище. Репортаж Ольги Стрельцовой. На театральной площади полная безмятежность, а на сцене малого большие страсти. О том, что гений и злодейство – две вещи несовместные, каждый знает с детства. В конце прошлого века даже состоялся настоящий суд над Сальери, где его наконец-то оправдали. Но в новом прочтении маленьких трагедий Пушкина грани настолько тонкие, что отравителю хочется утешить, а умирающего Моцарта предостеречь. Здесь нет ни Сальери, ни Моцарта. Здесь есть только Александр Сергеевич. Пушкин, потому что Александр Сергеевич – это и Сальери, и Моцарт для меня, и слепой скрипач. Сценический роман с маленькими трагедиями у малого длится давно. Секрет лаконичной, трагической и загадочной пьесы, написанной Пушкиным в Болдине перед женитьбой, раскрыть сложно, но тем интереснее сам процесс. Маленькие трагедии написаны за три недели. Три недели, а мы их 200 лет разгадываем. Понимаете, это гений Александра Сергеевича. Илюш, не рыцарь я! Был жец! Для неподражаемого Василия Бочкарева его скупой рыцарь – персонаж из нашего времени. Не столько потерявший из-за алчности близких, сколько сам потерянный. Через все маленькие трагедии есть один главный герой. Это золото. У всех. Поэтому ужасный век. О, ангел! Дон Анна! Дон Гуан Игоря Петренко – страстный, неотразимый, коварный и обреченный. Думал, бежит за соблазнами, а в результате шагнул в бездну вместе с командором. Он изначально уже как некий охотник отнесся к Донне Анне. И только впоследствии у нас он влюбляется в нее, по-настоящему влюбляется. И он теряет себя, привычного себя. Кажется, что он умирает в конце от разрыва сердца. По признанию самих актеров, работать над спектаклем было невероятно интересно. Несмотря на бесчисленные экранизации и театральные постановки, они никому не подражали. Искали в маленьких трагедиях свое, личное. Мне очень интересно найти свою героиню в себе. И чтобы она не была ненароком в чем-то скопирована у другой актрисы. Постановка масштабная, сценография захватывающая дух. Костюмы изумительные. Но сами актеры, оказывается, друг друга видят редко. Участники Донгвана практически не видят участников скупого. Вот мы только так... Ой, Василий Иванович, а вы здесь? Потому что первый антракт, второй идет антракт. Но все равно мы работаем на одно целое. Мы одна команда. Команду Малого наверняка ждет успех. Почувствовав всегда актуального Пушкина, она попала не просто в точку, а в душу. Ольга Тринцова, Анна Гауди, Мартин, Всеволод Борискин, ТВ-Центр.